многие из вас помнят мой ролик опубликованный на смежном канале перед разоблачением раба в идеале конечно нужно было бы просмотреть первый эпизод этого ролика но это слишком долго и нудно но я уверен что при необходимости вы сделаете это сейчас я попытаюсь опровергнуть слова раба используя его же изречение а пока под цитатам журнала пробудитесь можно сделать следующие выводы мы не делаем догматичные заявления мы не являемся пророками также рассмотрим тему раб и божественное руководство они все время вспоминают наши прошлые ошибки например наше излишне догматичное утверждение о понимании какого-то библейского пророчества или о времени конца хотя мы пересмотрели это понимание сторожевая башня не претендует на то чтобы быть возвышенной в своих высказываниях и она не догматична например наше излишне догматичное утверждение о понимании какого-то библейского пророчества откровение его грандиозный апогей близок раб олицетворяет двух свидетелей с собой хотел напомнить что миссия этих персонажей заключается в том что они пророчествуют значит на раба должно быть возложено пророческое слово а пророчествует лишь пророк или лжепророк у нас нет дара пророчествования сторожевая башня за 1960 год 15 июля 6 статья 19 абзац и что же они о себе говорили верного раба ведет безошибочный дух иеговы верный раб заранее предупреждается смелые заявления на тот год увы они сами их опровергли члены руководящего совета не получают откровений свыше и их нельзя назвать непогрешимыми поэтому руководящий совет может ошибаться в вопросах вероучения или принимать неверные организационные решения конечно иисус не обещал что его верный раб будет готовить духовную пищу лишенную изъянов когда делается заявление которое позже отвергается меняется оно считается ложным или не библейским руководители сторожевой башни в этом отношении преуспели более всех но это общество требует полного подчинения и послушания простые адепты должны подчиняться людям которые постоянно ошибаются и которые с регулярной частотой меняют свое понимание третий в то время необходимые для спасения указания от организации иеговы могут показаться непрактичными с человеческой точки зрения мы все должны быть готовыми подчиняться этому руководству даже если по мнению людей оно кажется нелогичным и стратегически неоправданным у свидетелей нет никакого выбора необходимо следовать духовной пищи указанием верного раба а поступить иначе отступничество какое бы ни было нынешнее понимание это должно быть общепринятым пониманием для всех свидетелей иеговы это означает что бывают случаи когда вы должны быть вынуждены учить и верить чему то что не соответствует библии но вам это будет внушаться замена старого на новый свет ну подумайте разве вы лично пришли к этому выводу вы лично молились богу о данном понимании в действительности и вы это знаете лучше меня в один прекрасный день несколько миллионов людей начали верить в этот бред хочу вам просто напомнить что это их интеллектуальная собственность а а а